Музыка В полной ступени так легче, когда человек чувствует себя, просто сам по себе, неким протягом до меня или после меня Музыка Направо нам, и все, и там тут коснуться Статкевичи там, в этих местах, з'явилися неде пасля 16-го стагодзе Раней, ну, акаюсь, пачинальник вот этой глины рода жил недалеко от Несвижа Каля Старога Палаца Радзивилов Володани моего деда Ивана падыходзели в шильную Миколай Радзивилов Чорный поменялся землями С тем, как я, ну, зарабить, божь меж, так быть, суцельние свои володани И в 1562 году был складзенный акт Это перший документ, який, ну, есть копию, я кого я мог бачить, связанный с моим родом После войны 17-го стагодзе православным было заборонено, який протестантам займать державные посады А у каждом поколении было 5-6 детей Не столько, как у селян, меньше, а там не меньше детей, хапало И коли лечись тополова зе хлопца, то каждое поколение землю требовало делить на 2-3 ковалки Прыход земли, звичайно, был за службу у шляхты У вынику, прыхода не было, и род взбеднел Уже, как бы, мои дзяды, они просто жили у шляхецким за стенку, пятницы Это, по сути, Севёцкая, она дрознавалась от инших только тем, что там домы больше буйные И само расположение этих домов по колу Въезд был только один у гэта кола Посередине кола громадское гумно, сажалка Там некая территория, где гуси там, оказывается, пасвелись И коли некто там, ну, заезжал с кепскими намерами Тоже за Платову там, за Барканова там уже, за их боков, оказывается, могли обстреливать Знаю, вот, кони там так самые добрые были, земля отсюда была там Она, может быть, макшича Нет, это была, ну, это моё Ну, можете походить, если бы он там, то и бог Вроде-то там старые такие, ну, и валяются, такие камени На их там Статкевич там и так далее Кали пачаліся герскулачванні і пошуки ворогов народу То мой дед Павел, по-бачку, он просто з'ехал, ну, пакінувшу семью, з'їжжал Знашол на МТС працю, на Дукованы, больш-меж бул, рука, технічна едукація Здольність некая була, і он працавал на МТС Тіпа лічылся пролетарием уже І гэта його в някій ступені застирагло ад цих репресію Тому што бацька казав, ну, часы булі просто жахливіе Гэ приїжджалі та чорнія Барусі, так звалі гэтай Варанкі Заслуцка Калі не заспівалі на місце того, за кім приїхалі І шлі у сусідній домі і забиралі таго чылэка Ну, бензін не даре на шпаліць, а план і сплан Обвіновачувалі не пісьменніх мужіків у шпіонажі І вони не відулі, що значить це слово Мушіна хаваліся, па ночах спалі в лісі Каб не приїхалі, не забралі Па дзенні бацькі, гэта біда обмінула Долі не обмінула, наступна біда Калі прийшла війна, брат моєго бацькі, Александр, загинув на початку війни Сам дід Павел, він вже був не молодий, не вельми здоровий І він не підлягав ніяким призывам, а бацька був падлєток Потім вже перед самым відступлінням приїхалі поліцейські з початку до старосты Каб той дал нікого з коньми вести їх і сім'ї їхні А староста, ну, не любів деда, насваріліся там, якраз на темі оккупацій немецкій І він показав на деда як чоловік, як і має дачаніння до партизанів Ті прийшлі до хату, бацька схавався у саді, але дед одмій уся вести, його застрілили в іншій хворіл Застрілили у ложку на вачах у сім'ї Калі в Нюзабаї прийшла червоная армія, і він, совєцька армія таде вже Бацька пішоў доброхотніком, хаця його, ну, йому още не термін був істі І гэта його вратавала Бо на усувіці з тим, што он сам пайшоў помсті за свого бацьку, як він сказав То його отправіли у військову в учельню І пакулем там вучілся, пакуль туди і сюди, потім в учельню расформували Офіцерами він не став, але і він не трапил на фронт А усе його сябры, всі однокласнікі, усе до одного, все загинули Их з усім там, зелёных молодых, пабрали у війська Их усіх лічіли, хто був під оккупациєю, ну, такими подозроными, нечистыми І їх, амај ненавучених усіх кидали у прусі на кулемёты Я зараз знісу, а потім крысочком посыплю Крюшку так, както не був, не так Калі потім стали ўжо даваць ветеранов вайны Тим, хто не був на фронте, лібу у войску Мацю ве щас пілила бацьку, ка йде трымай посвечення, такі льготы Эта ж на моєй пам'ятці, такі льготы А літою пёрся і ад мою закажа, як я могу трымаць усе моє сябры ліжаць ў той прусі Староста, який, як бацька кажа, ўдал деда Павла Йон сядзел, отсядзел там годов десяць в ГУЛАГу Калі вышел, кажа, бацька, пашоў забразбирацца А я пришоў, я ўбачу просто, ну, челек помираю просто сухо Йон забаве і помёр Полицейська, який стрелял Йон прозвище запамятав І казав, нават ад культа, вёска жапчава, недалёка Я знову жа папраціў даведацца Баракова У ёго там базы дадзіных Ці былі пасы вайны там, у ТНКВД там Осужженый челак с таким прозвищем Там не було, і он не знайшоў гэта конкретна челавека Але знайшоў з гэта вёскі шмат людзей с таким же прозвищем Осужженых ў 37-м годзе, ў 38-м, раскулаченых, осужженых Ну, мне тазы зарабілася зразумелым Саправды гэта была Грамадзянская вайна Развязаная Сталіным Працянутая Гитлером Людзі бачалі помстіць Хто пацарпел ў 37-м, помстіць Сваім жа, акавец, суседзім і землякам Уже ў 40-е гады Карыстаюшчыся патрымкай немців А некаму Як тумлыку моему дзяду Вір мені падабалася, што тут немцы Гадны пашлё партыζаны І там была просто вайна партызаны на палецаў Немцы сядзялі ў гарнизоне И даже не влазили. И там в этой войне свободы у Баков были свои герои, здравоохранители и свои каты. Вильный шмат жоркостей было на той межусобной войне. Вот так загинул мой дед, и, мавшима дякую, что этому так выжил мой батька. Теперь про мать. Генназь рода Володковича. Про мы, продак, про болини мать и бабули мой, Мартин Володкович. Гэта, он был секретаром третьего статута ВКЛ. И он, на кольке веду, человек был вельми упартова характеру твердого, тому что седе человек, это не дивно американцы, коли меня перевели уже в камеру, где были инши, арештованные там. Я там бачу подборку часописов вокруг света. Як это не дивно, в этом российском часописе я прочитал про визит моего прадеда Мартина у Москву. Гэта был период Львовской войны. И стало питание про объединение с короной, с Польшей, у Речспасполитую, ну, как супрастоять этой агрессии. И шмад это кому не подобалося, так там про прадеду Мартину. Але скончилось посольство гэта тем, что посварился Мартин с Иваном Грозным. Бо он был вельми таки, мабыц, самолюбивый человек. И посла забить не могли, тому Иван Грозный загадал весь цего до литовской мяжыни, давать ему не есть и не бить. Мать рассказывала, что бабуля еще ходила, как городская, у Капелюши. И она, там, безумовно, их дом был на шматы больше, там. И они были далеко от селян, и ближе, с правдой, к явлением, отповидали про дворанов. Батька неколи там, коли сварился, там, то вспоминал, как яны полили грамоты. Спочатку закопали их в городе, коли почались эти страшные часы. А яны там, типа, дворяне, а потом выкопали их и полили. А я пришли новые часы, и моя бабуля вышла замуж уже за мужика. Дед мой был в Полесье, в Компартии, в заходной Беларуси. Тогда же была беларусизация в СССР. И, але, в 20-е годы, там была, не только шакая, вестки про русской беларусской культуры шли из Беларуси, але шли отрады диверсантов, шла сброя. И он взял у делу в этой сброяной борозьбе. Его там, не будто, арестовали, он утек, и он был заочно приговорен до свародного покарания в Польшу. И он перешел в Мяжу, и был старшинем сельсовета. Мать ей рассказывала, что он еще памятил, что он еще ходил на задание туда, в заходную. Ну, безумовно, там дичаше уявление про батьку, как самое лучшее были, как там хромовые боты продал, как там тапочки купил, как по-руссинам, как купить там цацак, сукенашку, сукерок. В 30-м году Коминтерн признал польскую компартию ревизионистской. Спочатку арестовали его на сябру, старшиню Калгаса, то и протремался не 10-й день. А потом почал давать показания, и по этим показаниям забрали деда. Они за все это так рабили, одного за другим створали антисоветской организации. Деда катавали, достаточно долго тримали, и он не дал больше показаний, и организация засталась с двух человек. Там просто в центр будем проезжать, там место, где стояла эта турмага, там просто уже ничего не осталось, а только место за нюрмагом. Турмага, так, это КВД. Ну, он уже был, может быть, ну, больше психологично загартованным, у поляков сядет. Потом уже, когда за место Ежова пришел Берия, частку арестованных отпустили. И одного на опошные стады сукотов человека. И все кинулись до его, все жанки там, мать арестованных, и он отмоглся размовлять, он вельми был заполохан, хоть и помирал. Уже перед своей смертью, он сказал покликать бабулю, мою Марию, и сказал, что Марию, Симона, не чакай, бо по час допыту почал отбиваться, забили на месте. По-первых, он был расстрелян в студии 1938 года в Слуцкой турме НКВД. Ну, значит, нету вот с гадых моилов вокруг Слуцка, ну, он и каотеля житель. Там в одной месяце по дороге Помник стоит. Просто самотужный Помник, а ли я человек догадался на верхней части написать, что те в Нижний, там, партизанский отряд тут воевал таких. А на початку там просто там, что вот аквейар РПС из Сталина, там, цитата Звершавного, там, про Сталина. Ралько прозвище этого человека и, собственно, помник, оцелел только тому, что ее взорвет и по скриптум. Так бы уже давно разломали. И вот на этой дороже яны, у них неколько местцев было. Одно направо, потом вдалей. Бок Слуцка было место. Так само для расстрелов. Ну, давайте мы тогда пройдем туда и попробуем сносить твой крыш. Прогуляйтесь, не складано будет для вас. Там таки чудовный лес. Прогожий светлый. Там еще место от починку. Плавки для пикников. На машинах люди приезжают, завчатые, может быть, там. Але вот отчувание вот такое, во всех было такого жаха некого, такого, ну, не веду, чем мы настроены были. А потом, коли сходили, Марина отстала, а потом кричит там, идите сюда, живем тут. А мы только первое место въезжаем. И показываю, о, вокруг ноги замоталась сосновая галинка. Высохшая уже и, так бы мы ведь, засохшая. Она не гнуткая, как спиралька металличная. Як она вокруг ноги замоталась, мы эту спиральку так-сяк, тихенько, как не взломать, сняли. Но, как будто бы, некто вот хапает там нигде. Ну, и мы решили, что треба туда севтора привезти, обовысково. Я добавился, там дубовые кражи замовили, кабы эти улады мясцовые их не повыкидывали. Я просил, как просарку робили, по канонам их, усихнем. Дорогие, вот эту вот галинку, спиральку, эту вот засушенную спиралку, так, я когда там, на ногу-то, и узделался, не знаю, мы привезли до хаты, где она распросталась, и потом коты ее подрали на шматки, откошалели, откинули, кидались на ее. Как будто бы нечто такое ворожье отшували, я не веду, там это интимистик, это просто, ну, цвет топких энергий, який мы не бачим. А вот он. Будут улазные куропаты. Есть небольшой процент людей в любой супольности, которые, ну, мают просто эти узнагароженные, эти покораны, почутен отказанности за супольность. Я бачил тое самое, ну, из истории своих прородков, должно быть так само. Есть нация, есть не такая, как вы хотели, или есть. Есть держава больше, меньше там, ну, совсем не такая, а ли есть. Есть речь грунтовная, для каких все там. Головная такая, не сапсовать, не дать, ищите самому, это, не спровоковать. Я повинен робить тое, что потребен. Вот и все. И жить. Вот весна зараз. Мне было, вчера, как же такое ошкодование, что вот снова не бачу весну, а ли с другой боку, я в минулого года бачил весну. А до этого я опять же вот весен не бачил. Бо, ну, не в колонии было, как раз, у камерной мутерманни, как раз каждую весну. Одну весну все за, а четыре весны в укрытой тюрьме. У колонии же там же древо, кветки, трава. А крутое тюрьме бетон, древо не убачишься, только в небо. На продвесни плачут ледяши, ручшайны звонят на продвесни. Ты мне тихо-тихо для души, Заспевай продвеснивую песню. Хайдуша узкалышется до дна, и тут и поклича здесь святая. Кроме не деда. Тут блеску юная весна, першие пролески рассыпаю. Красунья весна, звените, ручай набил полик. Красунья весна, Вся стра наша и воли, Красунья весна, По белок жерваным обрань, Красунья весна. Красунья весна. Коханья. КОНЕЦ 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 Продолжение следует...